Краткое содержание. Бежен лук. Рассказ Тургенева «Бежен лук» был впервые опубликован в 1851 году в журнале «Современник». Произведение вошло в цикл рассказов автора «Записки охотника». Очерк относится к литературному направлению реализм. В нем также присутствуют черты романтизма, когда яркие описания природы легенды и поверья, которые переплетаются с реальной жизнью героев. Произведение изучается в программе литературы шестого класса. Итак, краткое содержание. В один из теплых июльских дней рассказчик охотился за тетеревами в Черцком уезде Тульской губернии. Он настрелял довольно много дичи и возвращался вечером домой. Заблудившись в сумерках, рассказчик сначала шел мимо осенника, затем оказался в незнакомой распаханной лощине. Не пытаясь разобрать дороги, он пошел по звездам и неожиданно оказался перед огромной равниной, называемой Бежен луг, которую огибала широкая река. У подножия холма мужчина заметил два костра и людей вокруг них. Повествователь спустился к кострам. Возле них расположились крестьянские репетишки из соседних деревень, сторожившие табун лошадей с двумя большими собаками. Рассказчик попросился к ним переночевать, лег у костра и, наблюдая за ночной природой, слушал беседу ребят. Всего мальчиков было пять. Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Рассказчик описывает внешность мальчиков. Федя, стройный мальчик с красивыми и тонкими чертами лица. Павлуша, с черными волосами, серыми волосами, рядым бледным лицом и неуклюжим приземистым телом. Илюша, с гробоносым, вытянутым послеповатым лицом, которое выражало какую-то тупую болезненную заботливость. Федя, Костя, мальчик с задумчивым печальным взором. Его глаза, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке не было слов. Самый младший, Ваня, всю ночь спал под рогожкой. Рассказчик притворился спящим, и мальчики у костра разговорились. Илюша рассказал, как, заночевав однажды с ребятами на бумажной фабрике, они слышали домового. Ночью над ними кто-то стучал и ходил, а после спустился к ним по лестнице, распахнул двери, но в дверях ребята нить кого не увидели. Тут у одного чана начала шевелиться форма, а у другого круг с гвоздя снялся и на место встал. Потом, будто кто-то от двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает. Мальчики сильно испугались. Следующую историю рассказал Костя о слободском плотнике Гавриле. Как-то мужчина пошел в лес по орехи, заблудился и решил переночевать в лесу. Но только он задремывает, как просыпается от того, что его словно кто-то зовет. Наконец, Гаврила увидел сидящую на ветке русалку, которая звала его к себе. Мужчина перекрестился. Тут же русалка, которая до этого весело смеялась, расплакалась. «Не креститься бы тебе, — говорит человече, — жить бы тебе со мной навесели до конца дней. Оплачу я, убиваюсь от того, что ты крестился, да не я одна убиваться буду. Бывайся же и ты до конца дней». Тут же и пропала. А Гаврила с тех пор невеселый стал. Вдали послышался протяжный, звенящий, почти стеняющий звук. Мальчики вздрогнули. Илья шепнул. «С нами крестная сила!» После того, как ребята успокоились, Илюша завел разговор о случившемся недавно происшествии на прорванной плотине, нечистом, глухом месте, где похоронен утопленник. Мальчик рассказал, что как-то приказчик отправил псаря Ермилу на почту. Но мужчина задержался и возвращался уже ночью. Перебираясь через плотину, он заметил на могиле утопленника барашка. Мужчина взял животное с собой, но пока вез, заметил, что барашек смотрит ему пристально в глаза. Стал он его этак да по шерсти гладить, говорит. «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг окаскалит зубы, да ему тоже. «Бяша, бяша!» Вдруг обе собаки разом поднялись и судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчишки перепугались. Павлуша побежал за собаками, но вскоре прискакал на лошади и пояснил. «Думал, что собаки учуяли волка, но там ничего нет». Мальчики продолжили беседу. Ильюша рассказал, что в Арнавицах часто встречали покойного барина, который искал разрыв траву, потому что на него сильно давила могила. Костя удивился. Он думал, что покойников можно только в родительскую субботу увидеть. Ильюша ответил, что в родительскую субботу можно еще и узнать, кто умрет скоро. «Нужно сесть на церковную паперть и смотри, кто мимо тебя пройдет». Так баба Ульяна, сидя на паперте, увидела идущий саму себя. Мальчики притихли. Над ними пролетел белый голубок. Ребята вспоминают о недавно случившемся в Шаламове предвидении небесном. В солнечном затмении. Ильюша пересказывает поверье от Ришки, лукавом человеке, который появится в затмении и которого нельзя будет ни поймать, ни в тюрьму посадить. Внезапно над рекой дважды раздался резкий крип цапли. Мальчики заговорили о Лешем. Косте показалось, что он как-то слышал его крики. Илья возразил, что Леший не кричит, он немой, только в ладоши хлопает да трещит. Павлуша поднялся и пошел к реке за водой. Ильюша в это время рассказал мальчикам, что когда человек черпает воду из реки, его может за руку схватить водяной и к себе утащить. Ребята вспомнили об Акулиной дурочке, которую водяной испортил, а также о Васе, который, играя на берегу, случайно утонул. Вернувшись, Павлуша рассказал, что когда он набирал воду, его словно из-под воды Васиным голосом звали. К утру разговор мальчиков постепенно стих, а рассказчик задремал. Мужчина проснулся еще до рассвета и, кинув проснувшимся Павлуши, пошел вдоль задымившейся реки. Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул. Он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень. Вывод Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бежен лук» раскрывает перед читателем мир народных поэтических примет и сказок о всевозможной нечисти – домовых, русалках, леших, водяных, призраках – в произведении легенды и поверья, гармонично дополненной картинами живописной природы. А сама композиция очерка отсылает читателя к просторечному жанру страшной истории, характерным признаком которой являются элементы мистики и необъяснимый загадочный трагический конец. Чтобы оценить красоту слога Тургенева, рекомендуем не останавливаться на кратком пересказе, а прочесть рассказ полностью. Продолжение следует...